всем доброе утро дорогие мои сегодня у нас рыбалочка сегодня мы друзья мои елизаветки узнаете да прудик шикарный пруд и так сегодня будет ролик о том как поймать приготовить вкусную рыбу на водоеме с вами сюх и алексей сходник он же еще рыбак видите как я одеваю червячка видите жало торчит червячок висит если бы я был сазаном или карпом я бы это съел дальний заброс смотрите я очень крутой ребят снимаем бороду и бросаем метров ребят водоем елизаветки очень комфортно это моя мама алектина федоровна алектина федора поздоровайся что значит не надо надо смотрите какой подсак у нее как на harley davidson и сегодня приехал то есть что тут с нами сегодня юрий палыч это мой папа папа помаши youtube молодец молодец а вот елизаветин сына рыбалку ездят на ежаках слушая но у него даже диски зеленые крашеные амортизаторы свечи слушай круто чувствуется что парень в теме сейчас познакомлю ребят игорь ты привет дорогой ну чё ты тоже на рыбалке сегодня все планируешь поймать сазана ну ясно у тебя тут все прибамбасы до лесок лягушечки квакают вообще такой водоем даже вот при северо-восточном ветре здесь не холодно скажи алексея какая глубина здесь водоема средняя глубина полтора метра пике полной воды это два два с половиной метра будет водоем площадью 7 гектаров значит зарабляли его карпом сазаном амуром присутствуют все виды рыб которые есть у нас кубанском бассейне водоем нацелен на семейную рыбалку игорь начата расположился ты туда под берегом забросила будем ждать крупняка у нас все готово приему рыбы рыбы только пока нет а так все готово беседка на удобно и классно красиво туда же есть свет и защищена от ветра взял шампуры как раз по мангалу ну чё или палыч клюнула ну так в коряги то не веди папа помогать подойти по подожди сейчас возьмем поздравляю посмотрим потаскивать все это так это зеркальный карп поздравляю как хорошо что я хорошо что ты приехал хорошо что ты клюнул первая рыба ночью заболел это есть дождичек пошел сейчас клёп начнется в дождик всегда клюет лучше да или палыч ты чё там чудо йогурт мешаешь плита подождет что там играть на бойл взял до килограмм 67 6 632 632 ребят и так дикий сазан на мангале ну что ребятки начинаем нашего сазанчика разделывать прежде чем разделывать давайте его почистим уберем у него чешую потом уберем внутренности и дальше уже его порубаем на стейк и будем готовить шашлык с вами все в краснодарске я нахожусь на елизаветинских прудах у нас сегодня чистим обычным дедовским способом убираем чешую я кстати ну примерно как 5 рублей сюда не торопимся ребят еще раз повторяю вот так срезать чешую я не люблю потому что вот это вот я вот эта часть очень вкусно вот эта часть когда она запекается она очень вкусно если мы будем вот так и связать как многие делают быстро снимая панцирь вот эту шкуру часть шкуры мы срезаем от этого шашлык потеряется поэтому чистим обычно убираем жесткую чешую оставляя ну так скажем эту прослойку между чешуей и кожей да вот тот самый вкусный там еще и жирок у него вот он видите вот вот она если вы будете снимать и давайте вам покажу так многие делают блогеры видите скользкий гад сейчас кусочек обдеру так покажу чтобы было понятно так вот делают ну как бы так делают лентяй вот смотрите видите белая желтая вот это вкусно это нет вот так не делайте ребят делайте вот так с вами я на визавесинских прудах вот он красавчик дикарь как вообще этот дикарь заплыл в озера я не знаю но он просто шикарен эти плавнички будут жирные я отдельно голову приготовлю отдельно приготовлю хвостики 7 килограмма так ребятушки заходим животик и его так видите носик да какой ножа этим носиком очень удобно самое главное чтобы ему не пропороть желчь кстати у созана желчь где кто знает у любой рыбы желчь вот здесь открываем смотрим что там за секреты у нас есть слабонервных просим отойти от экранов за глаза держу всегда тут икры больше нет практически пузырь я хочу вручить игорю игорь иди сюда где ты там брат ты поймал вот тебе пузырь будешь летать на воздушном шарик высуши по повесь над кроватью все бабы будут твои все рыбы будут твои сердце ребята видели нету созана сердце тебе не хочется покоя сердце как хорошо на свете жить ну вообще как бы он очень большой и кровяной как мы его с вами вообще на самом деле на прудах запрещается разделывать рыбу но когда я спросил смогу ли я разделать рыбу которую поймаю я или мои друзья мне ну так скажем руководители этого водоема сказали так всю тебя 140 тысяч подписчиков тебе можно все я сказал хорошо я приготовлю шашлык вот они сказали все кто будут приезжать сюда у кого 140 тысяч подписчиков могут разделывать рыбу прямо на так что знаете если у вас 140 тысяч можете приезжать и разделывать и ловить рыбу прямо здесь а мы идем дальше жабры обязательно убираем смотрите вот они свежак просто рукой добавить да быстро рукой вот таких придавливаем можно подрезать но они как бы так вытаскиваются делаем вот такие надрезы так и вот так это мы будем готовить отдельно то есть это у нас будет готовиться на решетке это мы будем готовить на шампурах поехали смотрите ну на шампурах я думаю что вот где-то сантиметра по 2 так мы делаем желательно 2 наверно ну можно 3 ну вообще как бы прожаривается очень быстро все так смотрите еще вопросы задавали как-то мне люди счета не убираешь вот эти перья ребята я не убираю они самые вкусные чем их убирать они офигенные ничего не убираю вообще я даже вот этот не убираю смотрите хочу его убирать ну вот этот можно отбить клык но его берешь вот когда кушаешь он готов будет его берешь обсасываешь зачем его убирать рыба все очень вкусно не нужно ничего бросать поэтому вот целиком как она есть так мои разделываем убираем только кишки ну вот предварительно так сейчас дальше у нас мистер топор выступает и вот такой вот может серп сразу заберем голову заметьте я голову обрезал с небольшим количеством мяса потому что это нам тоже пригодится и мы ее сейчас распанахаем и будем готовить эти как распанахать надо вот так пополам или рубануть приятный звук от тазика ну вот так ребятушки вот так голова вот так хвостик дальше поехали пигарим нашего сазанчика и будем мариновать сазанчик жирный очень сазанчик мягкий очень кто-то поймал и готовится кто-то только едет надо меньше спать ребят рано вставать сразу раз и повернули и что рыбу сделает сразу поворачивает рисунок в отрубе сазана очень похож на осетра я думаю что по вкусу он будет напоминать осетра тем более осетров у нас теперь еще нет все осетры продаются выращиваются дикарей нет а этот сазан дикий вот он сегодня у нас и ответит за осетра реально ответит я сделаю его так что он будет похож на осетра один в один можно просто присолить а можно сделать рецепт шашлыка это масло паприка соль адыгейская немножко соевого соуса и моя любовь итак ребят для того чтобы одевать на шампур но как бы можно вот так одевать он будет крутиться он неудобно давайте полу стейками сделаем смотрите вот у нас стейк полу стейк у нас как вот так мы делаем вот прям вот так видеть прям посерединке прям по косточке и пап поэтому по плавничку вот у нас такие получаются полу стейки вот эти полу стейки мы сейчас и будем ма-ри-на-вать будем готовить его еще раз повторюсь на шампуре а голову хвостик на сетке с одной стороны говядина с другой стороны осетры я не понимаю вообще что сегодня будет адыгейская соль желтая солим смотрите солим ее ну как бы как минимум с двух сторон можно с четырех если получится я понятно объяснила что так солим дальше переворачиваем еще раз солим а потом уже заливаем соевым соусом обязательно солите и и потому что это шашлык шашлык нужно солить с двух сторон как минимум паприка кстати копченая также точно как соли также паприки ну я так люблю делать даже не потому что меня этому армяне научили армяне привет а потому что мы как бы и от вкуса паприки нет а паприки есть как бы цвет и запах интересных поэтому давайте не будем пренебрегать тому что умеют наши нужные народы они как бы хвостик нанести голову нанести дальше давайте вот такими слоями укладывать вот слой положили свои высоту высок и немножко масло дальше опять свой прямо для этого был и создан топа соевый соусок даст такой вкусик интересный ну так сказать востока какого-то вот так ребята получать запах потрясающий закроем я вам покажу я использую уголь гриль cook как вы знаете он вот такими вот палочками составляем его он есть ящиках по 9 килограмм есть вот таких пакетах по 2 килограмма и так другие мои уголь готов смотрите на этих углях можно приготовить целого барана но не говоря уже о том что целого сазана в принципе баран сазан одной итак смотрите ребят протыкаем отсюда заходим видеть эту кожу эту кожу вы не проткнете даже очень острым шампурум очень сложно поэтому идем вдоль сюда выходим заходим мякоть и по мякоти выходим но это вот такой правильный способ одевания шампуров ну вот собственно с вами сначала на сетке потом на шампурах пока огонь злой давайте прогреем головы толстые части сазана многие головы не готовят не потому что они не вкусные потому что просто не умеют и готовить а вот мы готовим смотрите как она прогревается смотрите какая она становится красиво тебя уже уже берет берет нужное количество тепла когда жарится рыба она стреляет так вкусно тых 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 для тех кто хочет чтобы прожаривалась рыба правильно смотрите я открыл верхнюю повернул рыбку взял ее до и просматриваю просто все части разной толщины разной плотности можно и ставить на попа можно на бок то есть вы можете на самом деле двигать особенно рыба где кости она не развалится ее можно тягать вот вот эти стейки конечно же их ну как бы нужно аккуратно брать потому что они могут развалиться поэтому выкладываете мясо и ставьте его так чтобы прожарка была равномерно очень ставим шашлык уже на угли которые покрылись немножко сединой и жарим нашу рыбу температура приготовления рыбы 150 160 не больше градусов здесь так и есть на сильном огне не готовьте потому что рыба должна все-таки немножко потомить приготовление на решетке дало свой результат но как бы пока что вот он я сейчас пожарю на шампурах и скажу вам как лучше но эстетичнее на шампурах если хотите прожарить разные плотности лучше начинать на решетке хвостик одной толщины голова другой толщины поэтому во первых эту одевайте одинаковые кусочки во вторых тем на решетке можно дожарить одни убрать раньше одни позже здесь как бы вы не снимите поэтому эту партию будем жарить сразу давай поехали отсюда прям бери где-то ребят на минут пять-семь переворачиваем уже цвет она меняет но она по-прежнему аппетитные вообще отходить нельзя даже смотреть на поплавки нужно смотреть только на рыбу который уже поймали а то рыба не наша вот наш я хочу пожелать всем кто приезжает рыбачить всем кто готовит на рыбалке удачи здоровья много денег будьте всегда в теме готовьте то что вы смогли добыть или поймать и угощайте ваших друзей и близких с вами был всю в краснодарске его абсолютно трезвые родители абсолютно пьяные друзья приятного аппетита до свидания youtube приходите к нам в елизаветку на пруды будем вместе жарить сазанов а перед этим мы поймаем ребята вы готовы я не слышу вас гатори